добрый день дорогие друзья с вами Наталья Нагорна в этом видео мы с вами рассмотрим как создать самую простую открытку в программе флэрпоинт в моем флэрпоинт я создаю картинки и делюсь с вами посты и делаю видео для канала youtube вот такая картинка она создана из нескольких и давайте приступим заходим в меню пуск нажимаем все программы находим обслуживание microsoft office нажимаем флэрпоинт открывается вот такая страница первый слайд допустим нам не нужен что мы делаем нажимаем создать слайд на у нас выходит вот такое окно выбираем пустой первый слайд правой кнопкой мыши удалить удалить слайд все у нас отобразился один слайд здесь и на холсте приступим нажимаем вставка рисунок и на рабочем столе я создала папочку назвала ее открытка и начнем давайте добавим компьютер мы его уменьшим он у нас в формате и вот видите когда мы на него нажали вокруг вот такое поле давайте мы вот это вот поле лишнее отрежем когда у нас нажата картинка у нас работа с рисунком формат и смотрим здесь справа обрезка выходят вот такие курсоры мы можем обрезать лишнее и здесь снизу немножко совсем чуть-чуть и просто на свободном месте все вот так оставляем немножко уменьшим опустим слегка ну вот так идем дальше вставка рисунок и добавляем вот к примеру нашу девушку девушку мы можем выбрать совершенно любую я уже просто показываю на примере также мы отрезаем фотографию обрезка потому что она у нас не совсем пропорциональна и на свободном месте нажимаем картинка у нас вот так отобразилась мы ее поставим за монитором сейчас мы немножко подгоним слегка слегка растянем вот так картиночка у нас получилось и чтобы ее поставить за монитором нажимаем правой кнопкой мыши и переместим на задний план вот теперь наша картиночка поместилась на задний план вот так оставим идем дальше так как рисунок и добавляем вот такие картинки уменьшаем давайте из боков слегка слегка уменьшим идем формат вот здесь работу с рисунками выбираем рамочку мы можем выбрать абсолютно любую рамочку я выберу вот эту первую нажимаем граница рисунка и делаем небольшую обводку такую слегка такую нежную и теперь выделена наша картинка мы идем в эффекты для рисунка и находим поворот объемной фигуры и смотрим как бы мы хотели ее повернуть я пожалуй вот так оставим слегка уменьшим и поставим ее вот здесь возле монитора вот так это будет ставка рисунок добавляем вот такую картиночку я создавала сайт и эта картинка у нас из сайта также мы ее уменьшили идем в эффекты рисунка поворот объемной фигуры и преобразуем как бы мы хотели выбираем то что вам понравится ну пусть допустим так уменьшаем ставим примерно здесь идем дальше рисунок ставка такую картинку добавляем уменьшаем ее давайте слегка тоже отрежем ее бачки уменьшаем и идем в эффект рисунка поворот объемной фигуры ну к примеру пусть вот так она уменьшим немножко вот так поставим и давайте рамочку добавим рамочка границы рисунка делаем чуть-чуть поярче так и теперь нам снова надо зайти в эффекты поворот вот таким образом расположим так как нам хотелось бы это видеть так дальше идем ставка рисунок давайте добавим пару цветочков такой цветок мы можем его уменьшить мы можем придать ему тень вот такую тень мы придадим получается объем нашему цветку за вот этот зеленый ковешок мы можем развернуть насколько это нам нужно и пример вот так так еще немножко меньше пример вот так как оставим допустим нам все нравится что мы делаем дальше мы делаем скриншот на каждом компьютере есть такой уникальный инструмент ножницы как работать с ножницами мы их так ищем все программы стандартные и находим ножницы я нажимаю ножницы и у нас затемненный экран мы вырезаем нашу картинку вот так мы ее вырезаем вот так мы ее вырезаем сохраняем нажимаем на дискетку сохраняем на рабочий стол открытка и переименовываем ее допустим можно цифрами можно латинскими буквами закрываем так создаем новый слайд на этом слайде мы вставляем наш рисунок вот мы его вставили он у нас на кончике мыши так как этим инструментом ножницы мы вырезали картинка остается у нас на кончике мыши мы можем также с ней поработать допустим вот так ее поставить работа с рисунками формат можем добавить какую-либо рамочку нажав вот сюда мы можем добавить рамочку давайте вот такую выберем граница рисунка и выберем другие цвета и контур и выберем что-нибудь поярче поинтересней к примеру вот такой и у нас вот здесь отображается новый рисунок этот тот который был снизу а сверху что мы сделаем мы увеличим размер контура нажимаем толщина и здесь выбираем толщину которая нам нужна вот к примеру 2.25 вот так выглядит наша картинка в принципе это все но единственное добавляем вставка рисунок и я добавлю свой логотип в формате png я его уменьшаю и что мы можем сделать еще мы можем изменить изменить цвет при нажатии нажимаем формат и в начале коррекция цвет нажимаем на треугольничек и можем выбрать к примеру розовый уже под цвет вот так выглядит наша картинка что мы делаем дальше мы снова нажимаем ножницы и вырезаем теперь уже готовую нашу картинку вот так выглядит наша картинка отпускаем нажимаем сохранить и переменовываем картиночку закрыть создать слайд Ctrl V я вставил и вот так выглядит наша картинка то есть вот она выглядит вот таким образом и мы снова можем с ней работать дальше можем работать к примеру мы выбрали вот к примеру такую рамку и выберем цвет а можем выбрать так можем выбрать так отменить еще раз отменить отменить убрали все рамки и добавим вставка рисунок и добавим рамочку вот такую очень красивую так так как у нас она немножко другого формата мы ее разворачиваем уменьшаем и можем изменить цвет наши рамочки формат цвет к примеру вот такая розовая можем подвигать чтобы это было интересно и уменьшить немножко рамку вот так легко и просто мы с вами создали свою собственную уникальную открытку что мы можем здесь добавить мы можем добавить вставка нажимаем WordArt выбираем какой-либо текст давайте вот такой к примеру заходим на главное уменьшаем его и пишем мы можем написать поздравляю или для тебя передвигаем наш текст текст передвинули выделяем изменим шрифт при наведении мы видим как отображается шрифт и выбираем тот который нам понравится вот такой красивый шрифт вот такой симпатичный шрифт давайте на нем мы остановимся мы можем увеличить шрифт и приподнять его чуть выше вот так получилось у нас так и рамочка у нас не совсем ровно ну и так же мы нажимаем ножницы и сохраняем эту картинку и можем дарить ее друзьям понравилось видео ставьте лайки комментируйте напишите в комментариях на какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео с вами была Наталья Нагорнова до новых встреч 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 до новых встреч